Департаментом полиции города Астана продолжается расследование убийства женщины в одном из ресторанов столицы. В авголе подстраживал в изолятор временного содержания начальник Алгурганской городской полиции. Он подозревается в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра. В Алматы обрастает новыми подробностями скандал с изнасилованием девушки недалеко от улицы баров. Пострадавшая заявила, что охранник заведения надругался над ней, угрожая ножом, и даже снимал все на камеру. Всем привет, меня зовут Женя. Сегодня мы поговорим о домашнем насилии. Причины, почему я решила поднять столь тревожную и тяжелую тему для казахстанцев из-за последних трех событий, которые произошли в ноябре. Первое – громко нашумевшее дело об изнасиловании девушки по имени Лужа. Второе – дело Нукашевой Бешимбаева. И третье – это дело о начальнике полиции Талдыкургана, который был задержан по подозрению в изнасиловании. Я не собираюсь углубляться в сами расследования, в детали. Я уверена, до этого, до меня уже сделали этот разбор многие, кто. На устных порталах достаточно информации. Однако причина, по которой для казахстанцев ноябрь стал довольно тяжелым месяцем, и причиной, почему люди стали говорить о домашнем насилии, и что люди начали задумываться о важности того, чтобы говорить об этом, к сожалению, была простимулирована именно последними событиями. Читая комментарии под новостными постами, под постами с мнением людей о данных ситуациях, я, если честно, пришла в некий ужас, в разочарование. Меня накрыло сильное чувство омерзения комментаторам, потому что они все были полны мужчин и женщин, которые оправдывали насильника. И, к сожалению, мы можем наблюдать за этим в течение всего времени. Люди всегда оправдывают насильника и всегда обвиняют жертву. Начинается это с простых комментариев. А во что она была одета? А что она пила? А почему она там ходила? А нужно было дома сидеть? Что меня лично шокировало, и какую контрастную разницу я увидела в отношении, в принципе, всего государства и казахстанцев к домашнему насилию и, в принципе, к насилию над женщинами, это то, что один новостной пост рассказывает нам о том, как публично мужчина приносит извинения за то, что разбил стекло на остановке в Астане. Я вам сейчас процитирую. И есть три исхода наказания. Либо это штаб в 17 миллионов тенге, либо привлечение к общественным бродботам до 1200 часов, либо ограничение и лишение свободы до 7 лет. Чтобы вы понимали, кейсы, в которые входят ситуации с домашним насилием, когда муж избивает свою жену, тоже является административным делом. И мужчина за побои может получить лишь предупреждение. Он получит предупреждение и пойдет домой, как будто ничего и не было. Я лично, читая комментарии, у меня поднималась сильная ярость. И мне хотелось ответить каждому комментатору, потому что мне просто не верилось, что люди в прямом смысле так думают, что у людей такое мышление, что они могут оправдывать не просто абьюзер, что они оправдывают насильников, что они оправдывают убийц. И во всем обвиняют жертву. Что у нас мышление, у всей нации мышление, которое лишь развязывает руки будущей агрессии в следующих поколениях. Чтобы вы понимали. Однако люди часто говорят, если ей так плохо, значит, и она все равно продолжает оставаться в этом кругу, в этой семье с этим мужчиной, значит, ей нравится страдать. Она фальшивая жертва. Причина, почему сложно и почти даже невозможно относить треугольник Карпмана к данной ситуации, к любой ситуации с бытовым насилием, потому что в треугольнике Карпмана, так сказать, в драматичном треугольнике, есть три роли. Это жертвы, последователи и спасатели. Как и в насильственных отношениях, в обоих ситуациях присутствует дебаланс власти. Однако, если в ситуации Карпмана оба человека меняются ролями, то в насильственных отношениях один остается насильником, другой остается всегда в позиции жертвы. И там происходит другой круговорот. Его называют колесом власти и контроля. Первая стадия, она как букет на цветочный период. Как любой медовый месяц. Все хорошо, вы ладите, вы любите друг друга. Однако следующее идет напряжение, что-то нехорошо, вам некомфортно, вас постоянно начинают обвинять в дискомфорте другого человека. Идет напряжение, и потом происходит насилие. В виде избиений, в виде криков, ссор. Потом мы возвращаемся обратно к медовому периоду. И эти эмоциональные качели очень сильно выкачивают ресурсы из жертвы. Поэтому в момент, когда напряжение переходит границы, и человек начинает вести себя не по-человечески, жертве иногда тяжело понять, что причиной этих побоев никогда не может быть она. Я читала комментарии. Вы видели, я уверена, я была не единственной свидетелью мышления людей, которые говорили, она сама довела его. Она сама виновата в том, что ее избили. Как человек может довести до убийства? Нет. Если человек изначально желал это убийство, его ничто не может довести или успокоить. И жертва, я вам даже так скажу, мы, люди, не являемся, не несем ответственность за эмоции других. И даже в близких отношениях, где вы поддерживаете своего партнера, где вы любите своего партнера, если человек расстроен, вы можете его поддержать. Однако, вы не в ответственности, если он расстроен. Вы можете предложить свою помощь. Но если у вас разное мнение, вы можете прийти к какому-то общему решению. Но вы должны понимать, что насилие это не временные сложности, которые пройдут. Я, наверное, немножко отошла от темы. Я хочу продолжить говорить, почему о домашнем насилии в Казахстане не говорят мужчины. Вы, наверное, начали смотреть это видео. И, как и, в принципе, под многими другими постами, под многими другими роликами, выставками, митингами, вы видели высказывания со стороны мужчин, которые говорили, ох, эти фемки опять вышли, за что они борются. Я борюсь за права человека в первую очередь. Я высказываюсь за права человека, потому что я лично не женщина в первую очередь. Я человек, который имеет такие же равные права, как и мужчина. И почему-то в Казахстане принято относиться к женщинам как к объекту, у которого более ограниченные возможности во всем. И это нормально. И я сама росла с таким понятием, что это нормально, что у меня есть ограничения во времени, когда мне можно выходить и когда мне нельзя выходить ради собственной безопасности. Это нормально, что у меня есть ограничения в выборе, куда пойти, в чем пойти, как заговорить с кем-то. И живя с такими нормами в своей голове, я лично в один момент столкнулась с мыслью, а почему мне не дозволено что-то, почему я ограничена в чем-то. И это ведь не права женщин, это права любого человека. Почему меня ограничивают в них не государство, а общество, в котором я живу. Мысль, которую я пытаюсь донести, это то, что пока мы нормализуем и показываем своими комментариями, маленькой глазкой о подобных кейсах, как за последний ноябрь, мы развязываем руки насильникам, которые будут воспитывать и которые будут показывать пример будущим детям. И будущие дети будут продолжать проявлять это насилие в отношении своих детей, окружающих, своих близких, родителей, родственников, своих жен. И я не хочу обесценить проблему мужчин. Ни в коем случае. Мужчины тоже сталкиваются с насилием. Дети сталкиваются с насилием. Поэтому мы, как разумное сообщество, мы должны углубиться, мы должны проявить внимание и огласку подобным ситуациям. Когда сейчас жертвы начали говорить о своем домашнем насилии, высказываться и бороться, люди начинают говорить, а почему она просто не ушла? Если так было плохо, надо было уйти. Однако они не понимают, что это не просто физическое насилие. До физического насилия в виде напряжения всегда приходит ментальное насилие. В таких ситуациях всегда есть ментальное насилие. Мы не должны оправдывать. Никакого насилия нет никогда, никакого оправдания. Мы не можем оправдать человека, который сделал 22 ножевых ранения. Мы не можем оправдать человека, который сталкерит другого человека и пытается использовать канцелярский нож в целях, чтобы покончить жизнь другого. Нет, мы не можем это оправдать. Возможно, данное видео было не совсем информационным и несло лишь мою точку зрения. Однако, наблюдая за медийным пространством Казахстана, у меня появилось сильное чувство обязанности перед нашим государством, чтобы поднимать эту проблему. Ведь если никто об этом говорить не будет, ведь если этот временный всплеск закончится тем, что виновников так и не поймают, так и не посадят, отпустят через какое-то время, то к чему мы стремимся? К чему идет Казахстан? На этом все. Я была рада поговорить с вами. Пока-пока! Продолжение следует...